И вот сегодня первый вопрос мне к Яне Фоминой. Ян, какие у вас итоги съезда? Что произошло там? Что там вообще было? Ну, на самом деле, этот съезд знаменателен тем, что на нем побывало более 3000 человек. Вот если не соврать, 3202, вот так, 203 было. Точно вам сейчас не скажу. Ну, побывало практически, почти что 250 общественных организаций. Были выбраны волонтеры года, этих счастливчиков 5. Они были отобраны по разным номинациям. Кроме грамот благодарственных, им также вручили золотые значки в виде матрешки. Матрешка, как вы знаете, это символ волонтерства в Москве именно. И также мы вот по итогам третьего съезда и по итогам года волонтеров в Москве у нас открывается Центр поддержки волонтерских инициатив «Мосволонтер». Это будет Государственное бюджетное учреждение культуры. Находится оно на Волгоградском проспекте, 145, корпус 2. И также могу сказать, телефон горячей линии. Если вы хотите стать волонтерами, можете звонить нам в любое время дня и ночи. Мы вас выслушаем и примем. Плюс 7-495-666-56-54. Ну еще раз повторите этот номер. Плюс 7-495-666-56-54. А у вас есть сайт? Да, есть сайт. Он также называется mosvolonter.ru. То есть там приглашаются все разных возрастов? Да, конечно. Любой желающий может зайти на этот сайт и найти для себя подходящее событие, подходящую сферу деятельности, направление. От социального волонтерства до спортивного. Ян, а на съезде какие были города представлены, кроме Москвы? Кроме Москвы из Санкт-Петербурга к нам приезжали, из Улан-Удэ, если я не ошибаюсь. То есть также вот Анна меня сейчас, может быть, дополнит. Пермь была точно. Это наши приятели, знакомые, хорошие люди. Вообще было около 18 регионов, правильно? 18 регионов к нам приехали ребята, с ними отдельно занимались, у них была отдельная программа. Если помните, мы рассказывали в предыдущий раз, что это было на протяжении трех дней. И первые два дня съезда волонтеров они проходили для, скажем так, каких-то профессионалов, для людей, которые напрямую работают в сфере волонтерства, в социальной сфере. А это студенты были или нет? Это руководители организации, это координаторы, это люди, которым необходимо развиваться, и для которых была подготовлена определенная программа. В том числе можно было посещать и ребятам, которые являются волонтерами, эти лекции, встречи с профессионалами, с людьми в этой области, которые работают уже давно, и поднимают волонтерство, как в Москве, может быть, и в других регионах, потому что приглашали специалистов не только Москвы, правильно, насколько я помню? Да, да, да. А уже третий день, про то, что Яна сейчас рассказывала, это было массовое, такое крупное событие, как... Там концерт был у вас, да? Концерт, да, 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 такая большая программа. Можно было также там познакомиться с различными проектами московскими, не только московскими, сейчас я снова, наверное, нужно подтвердить это. Это была выставка общественных движений, благотворительных фондов, вот, и любой желающий, волонтер подходил или еще не волонтер, что тоже бывает, подходил и узнавал, интересовался и, возможно, присоединялся. Продолжение следует...